Утро под серебряным дождем 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 комбината вот я могу отдельно про каждую историю рассказывать начал сначала все в общем да дам расскажу допустим в отдельности соответственно значит на у соли мы кстати много раз программах об этом говорили нужно тоже площадку зачистить да и соответственно рекультивировать площадку где находится токсичный отвора красного бора так вот я сейчас рассказываю в общем расскажу следующее по всем этим многомиллиардным контрактом подчеркиваем много миллиарда то есть там от 10 и выше кстати говоря сумму периодически меняются полученные были два-три года назад авансы размере 90 процентов то есть два года назад условная ликвидация стоила там отдельно взятого объекта ну к примеру 10 миллиардов рублей сады здесь миллиардов два года назад были выданы ну они требовали сразу выполнить работы и работа должны были быть сданы двадцать пятом году ну вот у нас в отчеты до следующего да ну вот кончается фактически три месяца нужно сдавать работы и внезапно выясняется что все будет доделываться до тридцатого года но тогда возникает вопрос а где миллиарды и если эти деньги были израсходованы ну грубо говоря в эти три года то что будут на какие деньги делать последующие грубо говоря 6 лет ну в данном случае даже 7 ну как с дорогами на 10 процентов был строить да ну не надо брать пример с тех строителей которые строят дороги в москве перекладывая плитку тротуары бордюр бордюре как на святой да вот поэтому ситуация очень как бы забавная но она и горестная то есть получается люди взяли у государства деньги и это не какая там левая контора федеральный экологический оператор не понятно левой конторы там есть левой конторы работают у федерального экологического оператора на суп подряд до договора с ними подписал никто корольков который был зам руководителя ф федерального экологического оператора сейчас человек уже замминистра природных ресурсов и собственно говоря он тоже вел недавно проект чистая чистый воздух но в результате этот проект тоже сдвинулся вправо то есть смотрим за руками сейчас тенденция следующая а вы занимая любой государственной должности в госкорпорации в структуре министерства тогда считаетесь блестящим сотрудником если вы а а рассказали руководству страны и гражданам о том что готовы выполнить высококвалифицированную экологическую работу блестящих кратчайшие сроки и вам срочно нужны деньги потому что вы конкретно понимаете как за два три 4 максимум пять лет справиться с какой-то проблемой вы получаете эти деньги а потом перепонят что перепон направляете их в какие-то вообще левые детей конторы которые для организации подрядной организации я сразу напомню прошлым программе это выясняли где потом возбуждаются уголовные дела в связи с обналичением денег ну собственно бюджетные казначейские деньги так вот а потом выясняется через какое-то время что эту работу вы не можете закончить не в 2 не в 3 не в 5 лет а вам потребуется еще грубо говоря 5 а то и 10 лет для того чтобы завершить эти работы причем на оставшиеся 10 процентов финансирования очень глупый вопрос простите максим но при выделении любых денег и тем более при подписании контракта есть такой пункт срок выполнения работ и всегда если в работы мы по любым договором хозяйственной деятельности если работы срок не выполняются то а штрафные санкции предусмотрены и б даже выплата штрафных санкций но по большинству так вот заключенных обычных договоров да она это не предполагает отказ от выполнения работ то есть работы в любом случае должны быть выполнены так почему вот эти пункты тогда здесь учиться не работают а вот это интересный вопрос значит в этом прикол есть часа абстрагируется от того что субподрядчики обналичивают деньги через структуры там допустим волгограде а вот можно сделать следующее наблюдение работа актируются работы закрываются до с опозданием но закрываются и деньги то кончится к назначенному сроку к двадцать пятом год вот в этом сомнении не что освоено будет сюда но так бюджетный бюджетная организация для ней контроль за расходами бюджета так и строится вам деньги выделили вы должны их израсходовать косяком является когда вы их не израсходы это да так вот эти деньги израсходы будут но результаты не будут получены вот чем суть то есть те мероприятия которые изначально продавались как конечные и результативные остается промежуточными становятся промежуточными потому что ну к примеру вот возьмем у соли сибирская должны были провести определенные виды работ допустим разрушить ртутный цех то разрушили должны же были разрушить с минимизацией ртуть загрязненных отходов разрушились максимизации то есть количество ртуть содержащих отходов возросло почему потому что можно было разбирать а можно было разбивать дальше были второй цепи на выбрали сесть второй дальше если бы разбирали проводили дезактивацию от ртути ртуть была бы отдельно но условно говоря конструкция отдельно конструкции можно было бы там ну условно вывести они бы не являлись накопленным вредом но все это добро отвезли на шлама накопитель на берегу реки ангара то есть повезли поближе к ангаре то есть когда стояла здание это было конструктивное здание с крыши с перекрытием шел дождь он изнутри из этого здания в принципе да и особенно если кирпичом там было заложить окна он не вымывал ртуть а сейчас это в ангаре теперь это все разбито на кусочки лежит на краю ангары идет дождь и это все оказывается в ангаре то есть вопрос работы выполнены здание же снесено а деньги получены ущерб увеличился соответствии нужны дополнительные мероприятия теперь по ликвидации последствий ликвидации последствий ликвидации последствий ликвидации духи максим я предлагаю прерваться плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 таковы координаты этой студии а и в качестве так чтобы немножко расслабиться одно замечательно кстати ирландская постпанк команда фонтейнс dc а выпустила на прошлой неделе полностью свой альбом романс вот и предлагаю послушать один из синглов с этого пластинки под названием хирус тыс дтэнк плюс семь девятьсот три семь шесть три 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 координаты прямого эфира напомню нас гостях максим шингаркин членитель общества регионального экологического фонда гражданин просто хороший друг радиостанции серебряный дождь максим но мне кажется когда вот мы говорим о трех проектах которые должны были бы быть реализованы наверное не случайно эти три проекта возникли наверное пришла необходимость в этих местах избавиться от ну не радиоактивных токсичных отходов правильно говорить да то есть эти полигоны эти места уже начали таскать досаждать каким образом тогда они должны вот в частности полигон под санкт-петербургом вот как физически он рекультивируется это куда-то вывозится присыпается чем-то да выбрали эти объекты потому что но условно говоря если оценить их возможный потенциальный вред но от потери контроля на при сохранении статус-кво они могли причинить наибольший вред и соответственно мероприятия которые планируются они должны были приводить к снижению вреда если у соли сибирском произошел ровно наоборот количество ртути в ангаре увеличилось тысячи крат но но вследствие чего вследствие бездарности осуществления действий партия отсутствие контроля абсолютно если неправильного порядка проведения работ вот теперь про красный город скажу то есть на красном горе на глинах то выбрали почему там глины глины считаются это водоупорные раз глина водоупорный знаешь далеко не утечет до копали в свое время еще при советской власти там ямы это называются карты и клали в какую карту клали чё в какой-то момент потерялась ну я сейчас не беру советское время там относительно документации было но она была в бумажном виде потом случились новые времена в новые времена то везли еще дополнительно не что таким образом у нас получились карты ну то есть я мы в глине очень разного возраста очень разного инженерного оборудования то есть последние карты они допустим были перекрыты определенным там мембранами да но в целом основным порогом защиты являлись все-таки сами собственно глины а что это заходит вот тут вот да значит отходы первого второго класса это особо опасные отходы это вообще дикий спектр опасных веществ ну то что прям продается даже там не радиоактивные что не не радиоактивно это химически токсичные отходы то есть все что нужно для производства там список веществ это несколько сотен веществ которые относятся к категории веществ первого класса пас то есть их содержание даже питьевой воде это уже проблем так вот есть посмотреть где расположен красный бор если понять как идет сверху дула с да вот мы когда о чем идет речь то есть в ямах лежит нечто идет дождь попадает на эту яму часть ям была там подзасыпана но какая разница вода все равно просачивается соответственно выдавливается уже вода с какой-то количестве токсичностью и постепенно это все двигается в сторону водосбора не вы ну и в конечном итоге может оказаться водопроводном кране ну понятно это может еще потом через него финский залив и так далее соответственно оценили верит вот проблема в этой территории есть конкретная площадь то есть что является переносчиком токсичных веществ за пределы этого полигона ну совокупность этих карт вода дождевая вода соответственно сделать первое закрыть это все от дождевой воды второе есть вода которая собирается ну там выше условно говоря по уклону тоже дождевая и она двигается и как бы заходит на тоже эту площадку как бы вымывает и зайти подмывают соответственно построить ну условно говоря подземную стену то есть та которая перекрывает доступ воды как гидроизоляцию фундамент по сути дела да нужно изолировать вот конкретные на кубокилометр ну он выглядит не как кубический конечно достаточно плоская эта история нужно ее изолировать от проникновения а осадочных и грунтовых вот соответственно не просто изолировать нужно вся вода которая там все равно будет оказываться замкнуть цикл очистных а более того забрать часть воды которую уже накоплено в этой токсики то есть она сама исправляться не будет ну то есть вести работу с этой водой той который все равно будет выпадать и будет падать на мембрану но она все равно будет гораздо грязнее чем она условно я сразу финский залив где вода дождевая попадает то есть нужно вот эти все работы сделать поеду вас дорого в общем конечно это огромные деньги то есть я об этом ну как бы об этом объекте там знают 20 с лишним лет то есть когда я был депутатом государственной дума мы этот объект как приоритетный проговаривали с предыдущими министрами там струтнева соответственно с донским вот ну и собственно говоря это сложная задачка то есть это не то что там как было сказано дом построить да это сложно инженерное сооружение которое подозревает собой постоянную работу с токсичной водой каждый на каждом цикле она должна зависеть от объема токсики идти на ту очистку и на другую и при этом на самом деле мы должны стараться минимизировать вообще-то круговорот воды извините меня в природе на хотя бы на этом участке и дальше возникает история чтобы даже провести эти работы нужно провести изыскание изыскание это значит у вас выезжают люди с оборудованием которые устанавливают карты вот геологию да как расположены где больше влаги ну жидкости да где меньше жидкости плотности этих жидкостей там даже там разного вида отходы налито там условно говоря как в плохом коктейле да на дне значит битуминизированные фракции какие-то нефти органические сверху ли обороты токсиканты да ну то есть там вот это все разве не было изначально когда планировали сети полигоны не трудно поверить что в ссср с его дополнением не делали вот подобного рода изыскание планировали сколько эти полигоны и какой-то вот ту самую изоляцию как в ссср я же еще исходе все потери когда делал ссср это было 50 60 70 80 лет назад тогда были во первых не такого рода токсичные отходы тогда токсика была другая нефтехимическая промышленность нам сейчас трудно это представить она масса в том понимании в котором мы его понимаем возникла в советском союзе на самом деле 60 лет назад где-то 70 но первые заводы нефтехимические те которые стали производить токсиканты высокого уровня то есть до этого объемы были другие так и тарирование было другой то есть грубо говоря раньше все можно было сложить бочек бочек хватало эти бочки за в первых картах есть бочки просто заложенные который просто за эти годы закоррозировали да а потом потом стали влечь уже и в бочке и просто выйти в карлиам и да и соответственно там делали типа изоляцию но это изоляция была на уровне инженерных решений 50-летней давности а когда начались 90 начался вообще бедлам напоминаю 90 это они 30 лет назад это тоже время за 30 лет огромное количество решений превратилось тыкву ну те барьеры которые создавали тогда специалисты они сегодня не барьера сито и то есть возвращаемся мы в ситуации чтобы понять нужно было провести изыскать я просто провожу пример есть мы сами посмотрим документ об изысканиях у нас должно быть с вами понимание что это ну несколько десятков бригад специалистов которые должны каждый отработать по месяцу для того чтобы написать тот отчет который есть но если мы с вами посмотрим акты выполнения работ от самой сроки да мы увидим что весь комплекс изысканий который ну по расчетам до привели бы к тому что это десятки автомобилей специализированных с инженерами выполняет огромную работу причем в течение месяца каждая машина это ориентировочно внезапно выясняет что все изыскания проведены за неделю молодцы круглосучно работали наверно но с учетом того что это достаточно поздний зимний период что я шли дожди и что в принципе никто такого количества автомобиль на площадке на это не видел конечно да то есть мы исходим из того что часть вопросов это художественный свист ну да дальше то есть соответственно люди хотят решить сложнейшую инженерную проблему в основу кладут художественный свист и это как бы первая стадия на основе художественного свиста дальше рождается мифологическая технология рекультивации вот этого самого дела монолиза что-то там не получится мне кажется на основании вот реализации как бы хорошо и красиво не рисовали в основу не клали в итоге художественного свиста получается еще больше художественный свист но я хочу сразу наших зрителей обнадежить а получится война и мир ну точнее несколько томов уголовного дела то есть я вот как бы первые главы сейчас пишу на русском вообще грустно знаете от чего ищи максим уголовное дело уголовным делом и хорошо что за это привлекает ответственности но природа-то губится ведь в результате попадания этих отходов страдают не только мы но и страдают следующие поколения плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 таковы координаты прямого эфира бизнес новости под серебряным дождем это утро под серебряным дождем и максин ширганки сегодня в гостях конечно житель общественного регионального экологического фонда гражданин просто друг радиостанции серебряный дождь максим на если вообще ничего не делать действительно тогда зачем они подряд берут вот если они вообще ничего делать не будем что-то должно случиться все же все равно просочиться в водные бассейны какие-то но ситуация с красного бора до не вы прям по прямой причем это наклон то есть там как бы вода которая выливается в округе на всякий счет ниву и выше баскал и проще там ну пять шесть километров ну там смотря как до какой точке то есть грубо говоря существует расчетный древ честно говоря я-то вообще полагаю что существует даже линза загрязненная но и и в те самые изыскания проведенные на бумаге да не и не выявили за неделю за неделю да то есть я считаю что у нас есть там подземные горизонты которые уже сейчас насыщены токсинами вот так а что него это выше по течению чем водозабор ну люди же понимают в санкт-петербурге в московскому шоссе вы едете вы едете значит на москву левия и вас него доезжайте до красного бора вот пожалуйста перминтикуляр стройте там полигон находится так ситуация в этом и заключается что если это все попадет это окажется водозаборе причем вода водозаборе только оттуда то есть жители огромного многомиллионного санкт-петербурга находящиеся на одной из самых полноводных рек страны внезапно не смогут пить ну то есть будет прямо объявлено пить нельзя и а чем мы будем поить потому что 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 будет являться источниками если вода из красного бора вот это окажется вся с токсинами и здесь же момент такой одномоментно сделать ничего нельзя то есть даже если завтра до пролетит волшебный голубом вертолете из госкорпорации русатом руководство всей этой госкорпорации что вода вот провелось фронт пролива если там на самом объекте грубо говоря нужно держать периметр порядка 400 метров и ну в той зоне и то линза который идет она расширяется там уже в зоне но это за это разрежение да где вода будет поступать в него с подземными водами там у нас уже фронт будет 67 километров 67 километров подземной дамбы на 200 метров долгу водоупора нижних грин потому что есть так не сделать она через не все она пережмется и все оно окажется в ней так вот получается придется строить стену вот он просто гипотетически да просто представите 150 метров глубиной 67 километров дамбу можно строить ну да но только вниз вниз к не залога землю до ситуация заключается чем до попытки перекрыть отдельные направления то есть когда на самом деле так же не бывает что там все ровно до подземной тоже текут ручьи но есть только мы будем перекрывать участками то вода будет просачиваться ну мы все знаем от свойства воды да для этого как бы не нужно заканчивать извините меня даже первый класс школы детям известно так вот огромная госкорпорация росатом которая нам рассказывает что они владеют там но всем кроме термояда внезапно но сейчас вносит решетом наши бюджетные деньги в пользу извините меня прорыва токсинов с полигона красный бой закопаны огромные деньги результат будет тридцатому году еще раз к тридцатому а подписываясь двадцать пятом ну а к тридцатому может ли сеть ну так вот рвануть но она уже в этом состоянии что может рвануть те же еще раз подчеркиваю до сих пор никто не провел исследование вот на этом участке вот значит красного бора до не вы чтобы доказать что там ничего нет я и подчеркиваю что вероятность того что даже построенный этот объект упустит часть ранее вот ранее разряженные вот этой токсичной компоненты которые на подземно грунтовых воду и она все равно окажется в ниве она больше 60 процентов больше 60 просто если они смогут такую стену сделать что туда не будет дополнительно давить водой это просто поступлению замедлиться ну то есть а может быть я не считаю что объем воды у самой не вы настолько велик что она просто проглотит так сказать и переварит все это дело абсолютно незаметно и просто растворяться все эти токсины значит они на то и токсины первого второго класса что они хоть и растворяются но они даже ничтожных концентрациях опасны она водозаборе допустим он можем представить такую ситуацию в какой-то момент на водозаборе санкт-петербурга обнаруживает при проеме воды огромное количество в ней токсинов да вот что они могут а исправить как-то ситуацию при помощи собственных очистных сооружений или тут все равно нужны дополнительные очистки как раз таки вот этих токсинов и б что тогда действительно как вы говорите они просто перекроет подачу воды конечно я же про это и говорю то есть реализовать внезапно что так можно ну имеется ввиду очистить нет потому что это первый-второй класс токсины похоже кто добавит какая разница сейчас это же это же не болезнетворные бактерии это яды химические яды ну то есть условно говоря если грубо говоря там 0 1 грамма цианистого калия попавшего в организм приводит к смерти грубо говоря какая разница растворить что его в стакане либо в пяти литрах воды это все но будет все равно то есть ты выпиваешь тени дня ну со стакан что веду тебя все равно смертельная доза то есть токсиканты все равно будут попадать это химически токсиканты обезвреживать их невозможно по какой причине условно говоря для того чтобы до твоей конкретной молекула напоминаю их не смогли обезвреть когда не даже концентрированы конечно то есть они лежали ну условно говоря в бочке не существует такого заведомого вещества что ты один к одному один к ста влешь в эту бочку и у тебя вместо там условно говоря опять вернемся гипотетическому цианистому калию а у тебя там вместо этого мармелад становится ну или хотя бы ну хотя бы что-то нейтральное оксид крем не нет у тебя как был там условный цианистый калий я специально говорю цианистый калий что и вот как раз гораздо проще нечет нейтрализовать чем те стойки органические загрязнители которые на кастом бару и как раз цианистый калий специалисты бы смогли детоксировать а здесь то невозможно то есть просто не надо не существует химической реакции позволяющие эти вещества сделать безопасным перевести их в безопасную форму хорошо как тогда его можно рекрутилировать этот полигон начну стену построить вглубь вот эту дамбу не можем уже хотя это казалось бы вы кто мы не можем физически что тогда делать вот вот это вот теперь ответ то есть я занимался этим вопросом на протяжении двадцати лет я понимаю что необходимо было с каждой картой поступать раздельно более того необходимо было каждую карту не весь полигон забором обносить отчета долгая часть мероприятий до точеч должна была быть мобилизация опасных веществ картах мобилизацию то есть мобилизация имеется ввиду то есть условно говоря да вокруг каждой карты должна быть была построена индивидуальный барьер защиты включая внутрь то есть нужно было до первое создать объем сорбентов которые а значит депонируют или в том числе мобильные вещества растворимый раз нужно было эти сами сорбенты забери запереть до в том числе там в железобетоне да сам железобетон нужно было изолировать уже от атмосферных осадков и всего прочего то есть это другого другой подход и кроме того очистные сооружения должны были локации вот эти конкретные локации отрабатывать и повторяю то что уже утекло то что находится в линзе подземных грунтовых вод то что уже сейчас за границами полигона мигрирует сторону не вы необходимо было а выявить поставить не просто линию защиты а откачать это все обратно доставить на полигона это возможно конечно возможно так если вы это делали но этого а элемента нету даже в проекте я сам был там на слушание я поясняю вот просто уровень же не профессионализм не вижу и будешь простите вам всем там и экологическую часть делала компания русатом greenway это русатомской конторка здравом и в трезвой памяти руководитель этой компании утверждал что испарительные испарительные свойства площадки полигона то есть это обычным просто обычный площадь выше чем специализированные градирни тех же самых атомных станций ну то есть они утверждали что вода которая будет выпадать на этот участок она будет испаряться ну то есть мы просто посмотрите формулы то есть у нас должна быть приблизительно район пустыни сахара чтобы испарял 100 количество осадков которая значит ну по их мнению испаряется этой площадке то есть это чушь собачьи то есть мы и мы заплатили миллиарды а с той стороны пройдохи и люди с по которой способны за семь дней ну там не за 7 за 10 дней провести исследованы которые нужны годы и при этом заведомо не обследовано а вот эти ну там весь полный про комплекс угроз дальше решение которые есть они недостаточные в объеме их нужно дополнительно делать и самое главное я еще раз возвращаюсь при выполнении за уже проектных работ вот они проектные работы хотя бы их нужно было выполнить мы это сейчас наблюдаем какую ситуацию деньги освоены а срок сдачи отправлен на тридцатый год тот момент когда ну как это известная на середина ский подход у вас должен заговорить и шаг даже он говорит будет и шаг разгадим вы общу же ты назвал за тридцатый год он ведь к этому в моменту шаг должен помереть то есть госкорпорацию росатом сто процентов уверены что тридцать первом году и мне перед кем будет отчитываться ну потому что граждане российских федераций по их представлению субъектностью не обладают перед нами отчитываться не придется а высший политический руководство который могло сказать а я ей поставить в угол возбудить уголовного дела по их мнению в тот момент уже видимо не будет руководству с поэтому люди которые делают какие-то сложные политические выкладки как там будет устроен все стране да вы смотрите что делает руководство спс который стоит во главе госкорпорацию росатом они действуют ровно так что после тридцатого года с них никто ничего не спросит вот вам не прогноз это же не прогноз это программа действий они исходят из того что так оно и будет поэтому мы когда сами находимся в современном мире мы с вами вынуждены пить воду кто-то из ангары кто-то из нивы а госкорпорация росатом своими подразделениями сидит значит на красном бору на усоле сибирском все что я сейчас рассказал про красный бор все тоже на усоле сибирском только с другими токсикантами то есть у меня досье то есть но я сейчас хвалиться не буду у меня там вот такой дать я же говорю война и мир вот у меня война и мир на каждой из этих объектов причем каждый там пять страниц это отдельный фигурант по уголовному делу меня там ну грубая можно сажать батальонами я думаю даже файл росатома там с учет того что они файл ведет работа и там и там и на значит на бцбк трудно даже будет возбудить три уголовного дела сразу потому что они просто не будут успевать участвовать в этих сам уже одним объединить просто сожалению невозможно что это три разных госконтракт находятся в разных местах ну то есть грубо говоря их просто есть даже возить видимо как по конференц-связи они будут участвовать как депутаты гусардун будут сидеть соответственно в сизо и участвовать в мероприятиях сегодня докладывать о том как похищались деньги в этом случае потом похищались в этом случае это мое предположение это мое оценочное суждение еще раз подчеркиваю жулики которые допустили что при ликвидации последствий накопленного ряда в стране нанесен вред чуть ли не не больше чем от статус-кво этих объектов они рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности это парадокс хотели сделать как лучше получилось как обычно с другой стороны а то что вы говорите обрезал планировали 30-х год это же вполне вяжется с нашей русской пословице после меня хоть трава не расти если отвечать будет не перескать так я же так вы понимаю что они четко знают что с них уже не спросят за эти годы они выведут похищенные деньги сами уйдут с этих должностей поэтому то есть мои там соратники они торопятся они в ближайшее время будут уже возбуждать уголовные дела ну потому что когда было заявлено нужно же понимать было же заявлено на самом деле в сторону кремля то есть ведь это же не я определял сроки там и не наши к не слушатели есть конкретный человек который сидит там в кремле над ним развивается квадратный трехцветный флаг с орлом этот человек определил конкретные даты от того что кто-то добежал до премьера поменял их на тридцатый год со словами значит и шаг может доживет да а вот ничего не поменялось поэтому ситуация очень простая все равно все будет приведено к очень простой формуле со всех должно быть спрошено и мы видим уже что по конкретно по бцбк уже есть уголовное дело там пытаются посадить мелкого человечка 1 и 2 миллиарда которые значит реально были обналичены через волгоградскую контору пытаются ну типа а может быть не надо обращать внимание нет все кому надо все обращают и клубочек по этой ниточке будет раскручен более того я еще раз говорю вот эти тома они уже в работе то есть ладно было написать там люди во первых отчитают и пишут уже следующие главы поэтому к счастью к счастью для нашей страны пистолярный жанр в виде значит как говорится отображение действительностью в уголовных делах и он никуда не девается летопись стороны пишется и таким необычным область но лишь бы это не пошло в пустоту честно лишь бы все-таки эти объекты были рекультивированы если еды не культивированы должным образом уж по большому счету тем люди жителям санкт-петербурга абсолютно без разницы посадят хорошо но хотелось бы воду чистую пить из крана видите какая штука и вот это самая большая мне кажется проблема чтобы не пришел другой такой же оператор как он-то фео-2 или там с рэу-6 какой-нибудь с очередными такими же конторами после этого чтобы достала наука спасибо большое максим шенганкер был студии шенгаркин а студии серебряного дождя учителя общественного регионального экологического фонда гражданин дурок радиостанции серебряный дождь максим давайте будем следить действительно все вместе за развитием уголовных дел написанием этих замечательных томов которые мне кажется даже иногда интересные почитать так ведь такие мне кажется цитаты можно найти такие перлы как вы сказали что вода испаряется у нас лучшее в пустыне сахара это конечно сильно спасибо большое за вас визит максим хорошего мне да друзья дышите свободно